В переулке Каркашадзе высотки стоят буквально одна за другой, и это неудивительно. Место достаточно лакомое, всего лишь несколько минут ходьбы до моря. И вот среди всех этих многоэтажек очень сильно выделяется участок бывшего детского садика номер 39. Территория более 10 лет находится в аварийном состоянии, даже несмотря на то, что здание самого садика еще стоит, сейчас оно больше напоминает свалку. В ночь на 25 апреля здесь в очередной раз произошел пожар. Возгорание очень быстро распространилось на территорию в 300 квадратных метров. Семь пожарных расчетов тушило огонь, и вот в таком состоянии крыша находится сейчас. На остальной территории пейзаж не лучше. Повсюду валяются шприцы, осколки, сгоревшие вещи. После пожара, который произошел в 2016 году, исполком Горсовета принял решение о реконструкции детсада. Однако спустя два года ситуация не изменилась. И пока чиновники разрабатывают проектно-сметную документацию и ждут ответа из министерства по вопросам временно оккупированных территорий, садик горел дважды – прошлой весной и два дня назад. После разработки документации нами были направлены документации еще, кроме Каркашадзе, пяти объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Это в основном объекты образования. В министерство по темчасово оккупованным территориям, внутреперемешенным осыбам, для участия в конкурсе на финансирование этим министерством, в том числе и Каркашадзе. Если детский сад отремонтируют за счет указанного министерства, в нем планируют разместить и детей-переселенцев. Напомню, ранее в переулке Каркашадзе друг напротив друга располагались два детсада. Один из них закрыли, снесли и на его месте выросла многоэтажка. Активисты опасаются, что 39-й садик ожидает та же участь. Поэтому несколько раз обращались в горсовет с просьбой в кратчайшие сроки отремонтировать здание или хотя бы привести в порядок участок. Но поскольку чиновники не торопятся, 11 мая общественники сами устроят на заброшенной территории субботник. Александр Явник, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».